Шалом-шалом! И это наша рубрика «Мудрая сторона. Каждый день» с Леви Харпатиным. На Бога мы уповаем. Мать Маше, Йохевет, положила его в смоленую корзину и опустила в речку Нил. Спустя определенное короткое время его нашла родная дочь фараона, Батия, и усыновила его. Но кормилицу для маленького Маше она выбрала Йохевет. Йохевет являлась его кровной матерью. После этого решения он прожил в родном доме еще 12 лет. Позже он переехал во дворец фараона. Сам фараон знал, что Маше чистокровный еврей, однако надеялся, что традиции и воспитание искоренят эту кровь в нем. Но такого не бывает. Спустя определенное время все-таки кровь и зов крови проявился. Маше увидел, как египетский надсмотрщик злостно избивает еврея и убил его. После чего фараон приказал убить Маше. Однако фараон приказал сделать это не просто так. Маше должен был положиться полностью на Всевышнего, на его силу и на его волю. И он этого не сделал. Только лишь после этого фараон отдал приказ уничтожить Маше. И сказал фараон, да будет смертная казнь к этому человеку. Мы должны уповать на Всевышнего. Но если у нас есть какой-то нерешенный вопрос, проблема и неприятность, мы ни в коем случае с вами не должны просто надеяться. Вот мы ничего с вами делаем. Подняли руки и говорим, Всевышний разберется. Всевышний решит это за меня. Нет, наоборот. Если мы уже для себя включили внутри то, что мы уповаем на Всевышнего, и то, что мы удостаиваемся такой чести, как уповать на Всевышнего, мы должны работать наоборот на максимум. И если Всевышний увидит, что это все по его воле и по его законам, он нам поможет. Поэтому да будем мы уповать на Всевышнего. Благодарю за прослушивание. Браха ва целха. Всем хорошей недели.